Приветствуем всех, кто сейчас смотрит UATV в эфире новости в ближайшие минуты о главных событиях в Украине в студии Елена Чебак. Ситуация в зоне АТО неспокойная. Обострение началось 2-3 недели назад и не прекращается. Только за сегодня один украинский военный погиб, четверо ранены. Есть технические потери, сообщают в штабе о том. Армейцам разрешили открывать ответный огонь и переносить позиции на новые места вдоль линии соприкосновения. За минувшие сутки на Луганском направлении более 20 обстрелов. Большинство из тяжелого вооружения. На Донеччине неспокойно возле Авдеевки, Каменки и шахты Бутовка. Боевики использовали танки, выпустили более сотни мин и снарядов. Вблизи Горловки и Песков били из минометов. На Мариупольском направлении противник использовал минометы и ствольную артиллерию. Основные боевые действия ведутся на участке фронта Чермалык-Широкина. Всего на этом направлении оккупанты нарушили режим тишины 22 раза. В результате обстрелов за прошедшие сутки погибли двое военных. Еще четверо получили ранения. Георгиевская лента в Украине под запретом. Президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. В нем прописана ответственность за изготовление и пропаганду такой символики. За публичное использование, демонстрацию или ношение будет налагаться штраф. Либо предусмотрен административный арест на срок до 15 суток. Уже с 1 сентября соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС полностью вступит в силу. Заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюк Мингарели. По его словам, документ ратифицировали все 28 стран-членов Евросоюза. В начале осени он выйдет на стадию реализации. Напомню, в ближайшее время Совет ЕС должен завершить все формальности в процессе ратификации. Документ вступит в силу в первый день второго месяца после завершения всех процедур. Вторые сутки без виза в Евросоюз с биометрическими паспортами прибыли более 2,5 тысяч украинцев. Большинство на автомобилях. Самое оживленное направление – это Польша. По новым правилам пересекал границу и Александр Панченко. Всего 15-20 секунд сканируют биометрические документы на пункте пропуска Шигини-Медыка во Львовской области. Это намного быстрее, чем проверка обычных загранпаспортов с визами. Безвизовый режим с Евросоюзом вступил в силу 11 июня ровно в полночь по среднеевропейскому времени. На пункте пропуска Роворусская по этому случаю состоялись торжества с участием руководства области. Через 5 минут на пограничный контроль подъезжает первый безвизовый пассажир. А житель Львовской области хочет посетить Польшу и Германию. Я верил, что так оно и будет. Мы получим этот безвиз. Оформил паспорт в прошлом году в декабре. Не зря стоял на Майдане. Даже вот 18 февраля этот ад был на моих глазах. Я был активным участником тех событий. Через 2 минуты машине Владимира Виклицкого дают зеленый свет. С успешным пересечением границы его поздравляют чиновники из Львовской областной госадминистрации. На пешем польско-украинском коридоре небольшие очереди. В основном местные жители – участники малого приграничного движения. Для них ничего не изменилось. А вот днепровец Егор немного волнуется. Он впервые хочет попасть в Евросоюз без визы. Еду с Днепропетровска, Днепр, Чехию и Германию. Тур по Европе. Оформили биометрический паспорт с женой. И теперь пробуем на прочность наш безвиз. Несмотря на ажиотаж вокруг биометрики, особого роста количества желающих попасть за границу пограничники не отмечают. Никаких изменений нет. Оформляем в штатном режиме. Значительного нагромождения на пунктах пропуска нет. Нет и увеличения пассажиро-транспортного потока в связи с введением безвизового режима. К новым правилам пересечения границы готова и польская сторона. В основном претензий к украинцам нет. Но все же в страну не пустили двух украинских граждан. Они ранее просрочили свое пребывание в Польше. Спрашиваем те же документы, что и раньше. Биометрический паспорт. Кроме того, интересуемся целью и условиями поездки. Каждый гражданин Украины должен иметь и дополнительные документы. О финансовом состоянии, обратный билет и бронь номера в отеле. И в случае необходимости предоставить их. За первые дни действия без виза в Евросоюз с биометрическими паспортами прибыли более двух с половиной тысяч украинцев. Александр Панченко, Антон Куница, ЮЭТВ. Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение экс-министру аграрной политики Николаю Присяжнюку. Сообщила спикер ведомства Лариса Сарган. Его и еще двоих человек подозревают в незаконной приватизации помещения в 500 квадратных метров в Киеве. Открыто досудебное расследование. Незаконно приватизированное имущество арестовано. Присяжнюк возглавлял Минагрополитики, начиная с 2010 по 2014 год. Три года назад чиновника объявили в межгосударственный розыск. В СМИ появлялась информация, что Присяжнюк проживает в Венгрии и получил там гражданство. Все обвинения экс-министра называет политическим давлением. Украинский паспорт занял 30-е место в глобальном рейтинге влиятельности. Таковы данные Global Passport Power Rank 2017. И все благодаря безвизу с Европейским Союзом. Это самый высокий результат на территории постсоветского пространства после стран Балтии. С украинским паспортом можно путешествовать без виз в 119 стран мира. Первую строчку в этом рейтинге занимают Германия и Сингапур. Их паспорта дают право на безвизовый въезд в 159 государств. Контроль на границе. Глава Министерства иностранных дел выступает за создание специальной системы для россиян. Желающие приехать в Украину должны будут предварительно сообщать о визите. Павел Климкин отметил, это поможет контролировать движение из Российской Федерации. После политического решения о создании спецсистемы на разработку уйдет несколько месяцев. Потом можно будет приступать и к тестированию. Климкин подчеркнул, перед введением виз для россиян нужно взвесить все за и против. В России проходят акции протеста против действующей власти. Оппозиционеры подали заявки на митинги в более чем 200 городах. Половина не были согласованы. Первые столкновения протестующих с полицией и ОМОНом произошли во Владивостоке. Там арестовали порядка 20 человек. Российского оппозиционера Алексея Навального задержали перед акцией протеста, которую планировали в Москве. Прямо в подъезде его дома. Об этом в Твиттере сообщила его супруга Юлия. Московские правоохранители отмечают, в отношении Навального составят админпротоколы. Ему грозит до 30 суток ареста. Также сообщается о 120 задержанных, митингующих в Москве и трех сотнях в Санкт-Петербурге. В Украине новое правило перевода денег за границу. Национальный банк снял лимит для неторговых операций физлиц. Раньше за пределы Украины раз в месяц позволялось переводить менее 6 тысяч долларов. НБУ уже заявлял, что планирует постепенно отменить ограничения на валютном рынке. В Украине вступил в силу закон о рынке электроэнергии. Документ создаст конкуренцию между поставщиками. В нем прописаны принципы работы рынка и ценообразования. Некоторые тарифы будет регулировать государство. Среди них цены на услуги передачи, распределение энергии и зеленые тарифы. Кроме того, это будет стимулировать более экономное потребление. Реформа будет проходить поэтапно. Некоторые нормы вступят в силу только через несколько лет. Солнечные пляжи Болгарии стали ближе для украинцев. Укрзалезница запускает поезд в Варнум. Маршрут будет проходить из-за Львова через Ивано-Франковск и Черновцы. Об этом сообщил глава ведомства войцах Болчун. Сегодня Укрзалезница соединяет Киев с пятью западными столицами. Прагой, Братиславой, Будапештом, Варшавой и Бухарестом. Вскоре на рельсы станет и вторая пара поездов с сообщением Киев-Перемышль. Курсировать будут через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. В ближайших планах рейс Киев-Вена без пересадок. Мы желаем вам только хороших новостей и как можно больше увлекательных путешествий. И, конечно же, добро пожаловать в Украину. Мы с вами увидимся через два часа, поэтому не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok